Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила проведение дебютного для веса Александра Усика боя в супертяжелом весе против Карла Сатакама 25 мая. Как и сообщалось ранее, поединок состоится в американском городе Оксенхилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Александр Усик поделился ожиданиями от дебютного поединка супертяжеловесовой категории. 25 мая станет знаменательной датой в моей карьере, ведь я перейду в супертяжелый вес. Выступая в первом тяжелом весе, я добился всего и стал абсолютным чемпионом мира. Теперь я намерен добиться того же самого в новом для себя дивизионе. Этот вызов начнется с боя с Карлосом Токамом. Это будет непростой бой, но на пути к званию чемпиона в супертяжелом весе необходимо себя проверять в боях с соперниками мирового уровня. При подготовке Сауля Альвареса к бою против Дэниела Джейкобса, эксперт заметил, что Сауля работает с отягощениями. И вот что об этом думает известный обозреватель Шон Джонс. Сауль Альварес работает с отягощениями в попытке добавить силы к предстоящему бою против Дэниела Джейкобса в следующем месяце. Как ни странно, Канело выглядит не так, как он выглядел в своих поединках с Геннадием Головкиным. Телосложение Канело выглядит более привычным, чем до двух боев с Triple G. У Канело еще есть время, чтобы набрать вес, говорит Шон Джонс. Канело поднимает чажести, как будто готовится к соревнованиям по бодибилдингу. Но многие эксперты считают, что по-настоящему важным в данном бою является выносливость. Также Абель Санчес снова высказался о мегафайте Сауль Альварес с Дэниел Джейкобс, который состоится 4 мая в Лас-Вегасе. Он по-прежнему скептически относится ко многим судейским решениям в боях с участием Канело. Канело должен побеждать, но зевать ему не стоит. Дэни адский боец, однако Альвареса в Лас-Вегасе победить невозможно. Джейкобс уже на два очка позади, ему нужна досрочная победа или по крайней мере нокдаун. У Альвареса есть навыки для победы, думаю он выиграет, заявил Санчес. Хватит ли нокдауна Канело, чтобы Джейкобс выиграл бой? Санчес может быть слишком консервативен, говорят, что Джейкобсу нужен только один нокдаун, чтобы одержать победу. Ему может понадобиться два или даже три, чтобы получить победу. Это будет зависеть от того, насколько будет хорош Джейкобс в других раундах. Если он будет пассивен, бегать, передвигаться по рингу, то ему не поможет даже нокдаун. Ему нужно нокаутируть его, чтобы получить победу. Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в своем фейсбуке сообщил в завершении тренировочного лагеря, который был посвящен подготовке к бою против претендента из Великобритании Энтони Кроллой. Американский проспект легкого веса Теофима Лопес в интервью заявил, что будет присутствовать на поединке Василия Ломаченко и Энтони Кроллой. Мои родители хотят, чтобы я посетил этот бой, я буду там в пятницу. Что я думаю обо всем этом? Все зависит от настроя Ломаченко, его прерогатива показать, на что он способен. Но все его противники выходят на ринг уже испуганными. А глава топ-рэнк Бопарум рассказал, когда будет возможен бой Василия Ломаченко против Теофима Лопеса. Для меня Пепперю боем, который может произвести эффект разорвавшейся бомбы, является противостояние Ломаченко и Теофима Лопеса, если тот продолжит побеждать. Я говорил с отцом Теофима, если этот парень преуспеет в поединке 20 апреля, мы сделаем его хедлайнером в одной из наших южных шоу. А потом в конце года дадим возможность проверить свои силы против топового легковеса. А уже после суперкубок по американскому футболу можно говорить о Пепперюшоу Ломаченко Лопес. Чемпион WBA Super во втором полулегком весе Джервонте Дэвис проведет следующий поединок в июле. Американец выступит в родном для себя штате Мэриланд при городе Балтимора. Соперник Дэвиса еще не определен. На данный момент первым номером рейтинга в этом весе и соответственно официальным претендентом на титул является Рено Альварадо. Также по линии WBA есть чемпион мира с приставкой регуляр. Им является Эндрю Канчо. Пока не сообщается ведет ли сторона Дэвиса переговоры с кем-нибудь из упомянутых боксеров. Известный российский боец Александр Емельяненко бросил вызов Михаилу Кокляеву. После многочисленных подколов друг друга Александр решил поставить точку в конфликте с Кокляевым. Емельяненко опубликовал в своем инстаграмме пост, в котором призвал Кокляева готовиться к бою с ним. Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев ответил на вызов Александра Емельяненко. Саша, ты можешь бить красивую серию долго. Мне нужен всего лишь один удар, похожий на выстрел из веника. Я принимаю твой вызов. Ищи промоутеров. Самое главное не продешевись. Стало известно, с кем проведет свой следующий поединок известный российский боец Петр Ян. Как сообщает ESPN, следующим оппонентом Петра станет американец Джимми Ривера. Их поединок состоится на турнире UFC 238 Чикаго 8 июля. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok